Забастовка перевозчиков на воздушных подушках показала ненадежность их услуг. Об этом сегодня на брифинге сообщила председатель Госкомценреспублики Антонина Винокурова. По ее словам, государственное регулирование отменяться не будет, а нарушителям до осени будут искать альтернативу. Какую, расскажет Марьяна Кутукова. В 2015 году перевозчики завышали цены от 3 до 3,5 тысяч рублей. Поэтому введение госрегулирования тарифов в этой сфере было необходимым. В первую очередь для социальной защиты населения от необоснованного роста цен за перевозку. По подсчетам Госкомцен установленный тариф в размере тысячи рублей экономически обоснован. В комитете считают, что он покрывает все необходимые годовые затраты перевозчиков. Как отмечено на встрече, государственное регулирование продолжится. Если последние не согласны с такими ценами, то им будут искать альтернативу. Это будут другие предприниматели, готовые ездить по установленным тарифам. Тем более, что уже есть предложения от глав Заречных Улусов. Правительство сделало все возможное, чтобы пойти на встречу предпринимателям. Тем не менее, предприниматели на встречу никак не пошли. И поэтому принято решение, что до осени будут выработаны постоянные альтернативные маршруты, рейсы. Желающие есть, предложения есть. И после введения этих постоянных альтернативных рейсов уже будут приниматься более жесткие меры к нарушителям порядка ценообразования. Тем временем, на Даркалахе владельцы хивусов продолжают переправлять пассажиров за две тысячи рублей. После того, как вода частично очистится от льда, они обещают снизить цены до тысячи рублей. Да нет, мы один день постояли, и все, ну что вы. Причем люди-то почему должны страдать из-за каких-то глупостей, понимаете? Из-за ихних, из-за наших, что мы не договорились. Народ-то не должен был страдать, ни в коем случае. Годовой ремонт примерно на одну воздушную подушку, замена двигателя, замена скейгов, всего вот этого, то, что вы видите, все синее, которое под низом. Это все мы меняем. Осенью, особенно осенью, разрываемся пух и прах. Это замена где-то на одну подушку, где-то около миллиона уходит. Сейчас идет прокурорская проверка на предмет обоснованности действий и бездействия исполнительной власти. Пока продолжается проверка, все стороны придерживаются своей точки зрения. А значит вопрос остается открытым. До следующего сезона распутицы. Марьяна Кутукова, Нергуяна Егорова, Евгений Лугинов, Максим Ростовцев, НВК Саха, Якутск.